Во вторник, 28 сентября, Александр Лукашенко во время расширенного заседания Конституционной комиссии заявил об отсутствии в проекте новой конституции так называемых переходных положений. Факт того, что глава комиссии и Конституционного суда Петр Маклашевич не знал, что такой раздел необходим, ставится под сомнение. Многие аналитики заявляют, что данный пункт был не просто обсужден самим Лукашенко, поэтому и был упущен. Более того, окончательных решений в ближайшее время не предвидится. Ведь какой быть обновленной политической системе и какое место в ней займет действующий президент Беларуси – большая интрига. Что же, по словам Лукашенко, эти переходные положения должны дать ответы на вопросы, как именно будут действовать органы власти после принятия новой конституции. Если говорить точнее, то эти пункты должны прописывать ориентиры, указывающие, с какого времени, например, получат новые полномочия правительство и парламент. Когда изберут Всебелорусское народное собрание с новыми функциями, контролирующими государственный аппарат и, наконец, когда состоятся новые президентские выборы, на которых, как мы помним, Лукашенко участвовать не будет. Лукашенко также заявил во вторник, что теперь проект Конституции будет доработан юристами, которые в короткие сроки усовершенствуют текст с учетом результатов обсуждения и устранят правовые противоречия. Однако очевидно, что эти юристы также будут исходить из вопроса о политической воле человека, который занимает место руководителя страны с 1994 года. К сожалению, во время заседания Александр Лукашенко не внес ясности вопрос о новой Конституции и, главное, о том, что будет после ее принятия. Тем не менее, подтвердил, что референдум по ней пройдет не позже февраля следующего года. Как мы помним, затяжная пауза в вопросе принятия обновленного документа натолкнула общественность на мысль о том, что лидер политического режима, подавив протесты, решил вообще не менять основной закон. Теперь Лукашенко сделал слишком много публичных заявлений о грядущих изменениях, чтобы сейчас с них соскользнут без потери и так уже невысокого рейтинга. Так или иначе, президент Беларуси, упомянув, что есть те, кто считает, что референдум не нужен и следует идти нынешним путем, не меняя Конституцию, заявил, что такой поворот событий недопустим. Правящая власть дала обещание провести референдум по Конституции, от нее требовали перемен. Также стоит отметить, что многие независимые эксперты остерегаются возникновения двоевластия в ситуации, когда предполагается сохранить сильные президентские полномочия и в то же время предоставить больше прав Всебелорусскому собранию. Этот риск очень велик.